Здравствуйте, с вами Юрий Зайцев. В эфире «Как-то так». Новости с персональной доставкой. Программа по переселению из аварийного жилья в Тульской области выполнена на 85%. Буквально вчера, напомню, мы уже рассказывали, что в фонде реформирования ЖКХ усомнились в том, что наш регион успеет выполнить свои обязательства по переселению. Так вот, подводят прежде всего районы. Там заметен спад по вводу нового жилья. Тем не менее, в региональном Минстрое считают, что все наладится в ближайшее время. А вот со строительством фельдшерско-акушерских пунктов в области вообще беда. В региональном Минстрое потеряли подрядчика. Фирма, выигравшая аукцион, зарегистрирована в другой области. И сейчас компания просто перестала выходить на связь. А строите, между прочим, сразу шесть ФАПов. Председатель тульского правительства Юрий Андреанов предложил подождать еще 3-4 дня и обратиться в прокуратуру. Может быть, где-то и в публичный порк устроить, дабы, я не с точки зрения кровожадности какой-то, ни в коей мере. Но когда люди выходят на строительство социальных объектов и понимают, что условия, скажем так, исполнения с нашей стороны, вернее, или оплаты за исполненные работы не прописаны достаточно, регламентированы, они должны это понимать. Сергей Кондратенко – единственный кандидат на должность председателя Тульской Федерации профсоюзов. Об этом пишут тульские новости со ссылкой на нынешнего председателя Андрея Сыроквашу. 6 сентября в Москве будет рассмотрена кандидатура Кондратенко на заседании исполкома. Сами выборы с одним кандидатом состоятся 28 сентября. «Ваш дом вы и делаете!» – так отреагировала глава администрации Веневского района Жанна Исаченкова на жалобы жителей поселка Грецовский, чей дом рушится на глазах. Строился он как временное жилье для шахтеров со сроком службы в 27 лет в 1956 году. Исаченкова поинтересовалась у жителей, что они сделали для дома за последние 5-10-15 лет. Вы – собственники жилья, и вы должны содержать его за свой счет. У жителей свои аргументы. Мол, в доме пытались провести капремонт и только сделали хуже. В общем, история сейчас всплывает на поверхности, власти, вероятно, зашевелятся. Пока людям предложили за свой счет провести экспертизу на аварийность. Как-то так. Нашли убиенного тела на месте масса улик. И обведенное мелом тело. И возбужденное по пункту Б, части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ дело. О, сыщик, твой труд так велик. Вот как-то так. Не рука мастера, но я попытался. Зачем? Да вот зачем. Следственное управление по Тульской области подписало договор о сотрудничестве с региональным союзом писателей. Сторону писателей представлял автор стихотворений о Дональде Трампе, Владимире Путине, Рамзане Кадырове, Стасе Михайлове и прочих нетленных строк тульский поэт Николай Жуков. Серебра нам не надо, а не злата, чтоб своей угордиться страной и, живя на земле благодатной, берегитесь российскую света и ты знай, что Россия с тобой. Главная цель соглашения, разработка и реализация комплекса мер по повышению уровня внутренней культуры личности и укреплению морально-этических принципов человека, особенно молодых следователей и воспитанников кадетского класса. Развитие патриотического и духовно-нравственного воспитания, обеспечения и укрепления традиций русской государственности, многообразия литературного творчества и культурных инноваций. В конце, как у Вишневского. Чем вам? Уж лучше в руки правосудие. На сегодня это все. Увидимся завтра. До свидания.